Музыка Музыка И всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Аватар Фэмили. И как вы знаете, то завтра у нас 6 октября. Это значит, что у Лукаса мини день рождения. Ему исполняется целых 10 месяцев. Представляете, какой он взрослый? Так вот, сегодняшнее видео будет о том, как мы готовимся к его дню рождения. Сейчас все наши члены семьи разошлись. Кто в садик, кто в школу, а кто на работу. И я осталась с Лукасом одна. Ну что ж, не буду вас долго задерживать. И давайте начинать. Время было 2 часа дня. Лукас сидел во своем стульчике и мирно ждал, пока я готовила еду. Я решила ему сделать яблочно-макомное пюре. Поэтому помыла и обязательно нарезала яблочко и морковочку. Потом я закинула все это в блендер. Вот так вот. Закрыла его крышечкой и все перемешала. Потом я помыла его в стаканчик. Потом я ему обычно делаю пюрешку. И налила пюрешку туда. Вот так вот. Потом я взяла его любимую вот такую вот ложечку. И, чтобы запить, решила сделать молочко в бутылочке со звездочкой. Ну вот и все. Я уже к нему пришла и начала его кормить. Вот так вот тщательно я его кормлю. Только посмотрите, какой же он голодный. Сначала я кормила ложечкой. Он, конечно, скушал не все. Ну и потом решила его вот так вот допоить. Он все скушал и ему очень понравилось. Кстати, пюрешки яблочко с морковкой я даю ему в первый раз. Потом мы взяли бутылочку и он с радостью начал ее пить. Ну а я тем временем пошла мыть посуду. Вот так вот я ее успешно помыла. Сначала вот такой вот брызгинкой, но потом уже губкой. Ну а потом, когда я вернулась, Лукас уже заснул. Ведь у него сейчас было время тихого часа. Это, конечно, все выглядит очень мило, но нам нужно ехать к врачу на полтретьего. Поэтому мы пошли с Лукасом быстренько собираться. Для начала я вытерла его вот такой вот салфеточкой. Потом он работал детской присыпкой. И обязательно надела новенький чистенький подгузник. Вот так вот. После этого я ему надела вот такую пеленочку мороженого и вот такую кепочку. Кажется, что ему очень идет. Также я обдаботала его вот такими вот прикольными детскими духами. Ну вот и все, наш малыш готов. Ну а потом мы начали собирать наш рюкзачок. Сегодня берем вот такой вот голубенький. Я туда обязательно кладу сосочку. Также кладу вот такую погремушку его любименькую. Мою бутылочку для водички. Также смесь детскую. Его бутылочку. Вторую. Вот такие вот два одеялка. И в принципе все. А потом мы выбрали коляску. Сегодня будет вот такая вот со звездочками. Поставила туда рюкзачок. Ну и положила туда малыша. Закрыла дверь. Ну и мы поехали на такси в больницу. Кстати, Лукас сидел у меня на ручках. Вот мы уже в больнице. Для начала я вытерла ножки и обработала ручки антисептиком. Ну и взяла обязательно масочку. Потом я показывала свой талончик на регистратуре. И нас пропустили в кабинетик. Ну а вот мы уже и в нем. Я села на стульчик. Пока Лукас еще спал, мы с врачом все обсудили. Насчет его. Вот так вот. Ну а потом Лукас проснулся и заплакал. Мне пришлось его укачивать. Этот, конечно, маленький солнечный зайчик не очень быстро укачивается. Но все-таки у меня получилось. Потому что сейчас нам нужно быстренько пройти осмотры. Для начала врач измерила рост и вес малыша. Потом обязательно померила ему температуру. Она была в норме. И послушала, как бьется его маленькое сердечко. Потом врач сказала, что малыш полностью готов к прививке, которую нужно стоять в 10 месяцев. Но мы поставим сегодня. В принципе, ничего страшного. Вчера она претенцировала место для укола. Потом его сделала. Лукас даже ничего не почувствовал. Ну и потом наклеила ему пластырь. Я, конечно, очень за него переживала, но через 10 минут его уже вынесли. Ну вот и все, малыш. Потом врач нам дала 3 баночки каких-то детских витаминов и сказала нам их принимать каждый день. Потом мы с врачом попрощались, и мы с Лукасом пошли в детский магазин, выбирать ему новую одежку. И решила взять ему вот такой вот комбинезончик, так как вся старая одежда на него уже маленькая. Решила еще взять вот такой вот комплект памперса, слюнявчик. Также положила ему вот такие вот ботиночки, все-таки он будет учиться ходить, штанишки тепленькие. Такую вот вязаную кофточку на холода. Вот. Ну и сейчас у нас, в принципе, еще не сильно холодно. Также тепленькую шапочку и вот такой вот костюмчик для ясли. Ну и также мы взяли вот такую вот жилетку. Ну вот и все. Мы нарядились полностью. Вернее, купили одежду. Нам с Лукасом она очень понравилась. Мы оплатили и пошли уже в вальный магазин за нарядиком для меня. Так вот мы в него вошли. Вот этот нарядик, посмотрите, какой он красивый. Но пока я им восхищалась, мне продавец принес другое платье. Вот такое. Вот мне кажется, что это для меня подойдет. Потом я пошла в примерочную, Лукас меня ждал. Ну что ж, вот такой вот нарядик получился. Как вам? Мне кажется, что очень красивый. Лукасу, кстати, он тоже понравился. Потом мы все это оплатили и пошли в пекарню забирать тортик на его день рождения. Нам быстренько отдали этот тортик. Но потом я решила заказать себе еще мини-перекус, так как я пообедать не успела. Пока мы ждали нашу еду, я играла вот так вот с Лукасом. Ему, кстати, очень нравится этот подремончик, она так прикольно звенит. Но потом решила и сам поиграться, потачить свои зубки. Вот так вот. Но потом мне уже принесли. Я себе заказала такой шоколадный пончик и вот такой вот йогурт. Я быстренько скушала пончик, выпила свой йогурт. Ну и вот и все. Мы вышли из пекарни и пока просто сидели на лавочке, я решила попить свою водичку из своей бутылочки, брела ее обратно в рюкзачок. Ну и сделала Лукасу тоже мини-перекус. Насыпала смесь в его бутылочку, попробовала температуру. Кстати, была хорошенькая. Посадила его на лавочку и он попил это молочком. Ну а пока он пил, я решила посмотреть подарочки. Смотрите, какая красивая голубая открытка. Мне кажется, что если бы Лукас еще понимал, что это, он бы порадовался. Ну а потом я открыла подарочек. Тут нам положили вот такую конфетку и шоколадку. К сожалению, Лукасу это все еще нельзя, но я полакомилась с удовольствием. Очень вкусненько. Потом Лукас уже допил свое молочко и выплюнул свою бутылочку. Ну а после этого он начал очень сильно зевать. Я поняла, что пора его уже укладывать спадки. Я его обязательно вот так вот укачала, нашла в рюкзачке сосочку и дала ее ему. Кстати, ее очень любят. Потом сложила все обратно в рюкзачок и мы с ним поехали уже домой. Кладываться спадки. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое вот видео у меня получилось. Надеюсь, что оно вам очень понравилось. Завтра день рождения у нашего малыша, поэтому это видео тоже обязательно выйдет. Ну что ж, ну а на этом все. Всем желаю всего самого лучшего и всем пока-пока. До скорых встреч на канале Аватер Фэмили. Вы у меня самые лучшие. Субтитры сделал DimaTorzok